Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге пророка Иезекииля на библейском портале Экзегет. Сегодня мы будем читать и делать обзор 28 главы этой библейской книги, в которой 26 стихов. Христианские экзегеты так описывают содержание этой главы. В данной главе звучит, первое, предсказание о падении и гибели царя Тира, который при разрушении города стал особой мишенью для божьих стрел. Об этом с 1 по 10 стих. Второе. Плач о царе Тира. Ранее был плач о самом Тире, теперь плач о царе Тира. Таким образом, Библия научает нас не злорадствовать по поводу гибели народов, даже чужих народов и по поводу гибели их правителей. Плач о царе Тира. И здесь есть под тема и о падении дьявола. Иногда пророчество может иметь двойное, даже тройное значение. И этот плач по причине его падения, то есть царя Тира, хотя таковое и обусловлено его собственным беззаконием. Это с 11 стиха по 19. Третье. Пророчество о разрушении Сидона, который, будучи соседом Тира, зависело от него. Об этом с 20 по 23 стих. Четвертое. Обетование, восстановление Израиля Божия, хотя в день бедствия израилетяне и подвергались оскорблениям со стороны соседей. Об этом с 24 по 26 стих. То есть в этой главе мы увидим, как гибнут цивилизации, которые доминировали в тогдашнем мире. Но как, несмотря ни на что, сохраняется маленький народ, который весь принадлежал к единственной в то время церкви, она так и называется, церковь Ветхозаветная. И с 1 по 10 стих, если в предшествующей главе мы разбирались в ситуации с Тиром, теперь же среди остальных особо выделяется правитель Тира. Здесь есть нечто, адресованное лично ему, то есть Слово Божие к нему, а он глава народа, который враждебен верующим, которое пророк должен ему передать это Слово Божие к нему, будет он слушать или не будет. И первая подтема – предсказание о падении и гибели царя Тира, который при разрушении города стал особой мишенью для Божьих стрел. С 1 по 10 стих. Но прежде чем мы начнем говорить об этих Божьих стрелах, не надо представлять Бога как какого-то громоверца, Зевса, который там метает стрелы молнии. Кары Божьи, они часто имеют педагогическое значение. Воспитать или перевоспитать. Даже когда уничтожаются целые народы, на самом деле они из одного качества переходят в другое качество, и может пропасть имя одной нации, появится имя другой нации. И в этом ничего страшного, собственно говоря, нет. Бог сменяет одни народы другими народами. И никто не существует слишком долго. Поэтому еврейский народ – это уникальный народ, потому что он пережил цивилизацию Египта, он пережил цивилизацию Асирии, в самом начале своей истории цивилизацию Шумера, потом цивилизацию Эллинов, римлян, цивилизации постхристианского мира, цивилизации Средневековья, и до сих пор существует. Это связано с тем, что обетование Божье непреложное. И хотя они не верны Богу, они не приняли Христа, но Бог сохраняет свою верность им. Точно так же и церковь. Никакие врата, никаких цивилизаций ее не одолеют. Церковь – это новый Израиль, и во многих случаях церковь повторяет то, что было с Ветхим Израилем, как и апостол Павел пишет, все это было в образах, в прообразах для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. И вот с 1 по 10 стих здесь личное слово Божие к нему, то есть к царю Тира, потому что любой помазанник, любой правитель, он представляет интерес в глазах Бога. Потому что он выразитель целой цивилизации, целого поколения. И мы читаем, Иезекииль пишет, «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, выседаю на седалище Божьем, в сердце морей, то есть в центре бизнеса и в центре политики, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим, вот за что придут на него кары и наказания, потому что он возомнил себя Богом, будучи человеком, и ставит свой ум наравне с умом Божьим. И вот Феодорит Кирский, блаженный, пишет, «Мерзок – грех всякого рода, но мерзостнее всех грехов – гордость, ибо сказано, все высокое мерзость есть пред Господом». Это Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. «И Господь гордым противится» – это послание Иакова, 4 глава, 6 стих. И божественный апостол, то есть апостол Павел, говорит, «Не новокрещену, да возгордевся, в суд впадет дьявол» – 1 Тимофея 3,6, это по-славянски, то есть нельзя человека, который только обратился в веру, ставить во главу народа Божия, это недопустимо. Человек был коммунистом, был там непонятно кем, может он стукачом был, может кем-то еще он был, шпионом каким-то, или бизнесменом, или жуликом, или вором. Да, то, что он обратился – это хорошо, но ставить такового над народом Божиим недопустимо. И Феодорит Кирский пишет, «Не дух сей имел в себе и князь Тира», то есть он не был потомственным царем, как сейчас во многих странах, власть меняется, династии нету, «Не дух сей имел в себе и князь Тира», «и видимый и невидимый», то есть видимым образом проявляется подобный недуг и невидимым, «ибо над нами благочестивыми в собственном и истинном смысле царствует Бог всяческих». То есть мы как бы и не нуждаемся во внешнем управлении. «Но царствуют также и люди, украшенные благочестием, только в этом случае власть проистекает от Бога, а если не благочестие, то и не власть, то и не от Бога». А как Блажен Августин пишет, шайка разбойников. «Посему и Тир ныне подобно нам имеет царем Бога и тех, кого Бог поставил над ним царствовать, но древле, болезнуя неведением Бога и служа нечестию, имел князем и царем изобретателя и вместе учителя зла и нечестия дьявола». То есть, да, Бог управляет над всеми, такая мысль Феодорита Кирского, они могут это и не осознавать, и Бог попускает князей над народами, но если эти народы уклоняются от путей Божьих, то они отдаются в мучительство дьяволу. «Имел же и видимого князя, управляемого дьяволом и порабощенного злочестью». Как распознать там? Правитель управляется дьяволом или Богом? Сказано, по плодам их узнаете их. «Посему пророческое слово относится к обоим, но не все приличествуют одному и не все другому». То есть, может быть, власть от Бога, может быть, не от Бога, но попущение Божие присутствует во всем. «Но иное тому и другому и иное одному из двух прочтенное же теперь прилично тому и другому. Ибо дьявол поползнулся на сие безумие в неистовстве своем, нарек себя Богом». Если миром управляет зло, агрессия, убийство, то за всем этим маячит человек-убийца от начала. А по Библии человек-убийца от начала – это не Каин, а это именно дьявол, который подтолкнул Каина к совершению этого греха. «Ибо дьявол поползнулся на сие безумие в неистовстве своем, нарек себя Богом и убедил людей воздавать ему божеское чествование». То есть, зло царствует в мире, тогда, когда миром управляет дьявол. «И видимый князь Тирский» – это как бы ширма, какой-нибудь там немощный правитель, старичок, который еле ходит. «И видимый князь Тирский, болезнуя сию кичливостью» – то есть, он тоже заражен всем этим – «и взирая на великое свое благоденствие, возмечтал быть Богом». То есть, каждый преступник, он повторяет преступление дьявола. «Посему и говорит ему Бог, ты же человек, если, а не Бог, и говоря сравнительно». То есть, все познается в сравнении. И далее мы читаем. «Вот ты, премудрие Даниила, нет тайны сокрытой от тебя, твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большую мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой». Но очевидно, что этот правитель Тира, он не премудрие Даниила, разве своей мудростью и разумом он приобрел все, что имел? Конечно, нет. Любой мир материальных благ, он созидается кровью и потом многих и многих труждающихся, и только отдельно взятые спекулянты оказываются во главе всего этого спекулятивным образом. И так как этот царь Кир подражает дьяволу, ставит себя на положение Бога, этот правитель Тира, этот царь Тира, то Бог обнажит грехи Его, преступления Его и помрачится блеск Его. «Низведут тебя в могилу и умрешь в сердце морей, смертью убитых». То есть мир политики, он же тебя и погубит. Мир бизнеса, он же тебя уничтожит. Поэтому человек, который создает какие-то партии, какой-то бизнес бесчестный, на самом деле он роет для себя могилу, в нее он попадет, потому что Бог наказывает людей их грехами. Скажешь ли тогда пред твоим убийцей «Я Бог» вот когда придет убивать тебя кто-то, ты тоже ему скажешь «Я Бог»? «Тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог». Он будет смотреть на тебя и думать. И этот всем управлял, этот духовный пигмей, карлик, кто он такой, кем он себя возомнил? «Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, обрезание тогда означало посвященность Богу, поэтому умереть смертью необрезанных, это так и не пережить Божьего избрания. «Ибо я сказал это, говорит Господь Бог». И вот вот эти слова «Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных» в толковой православной Библии преемников Лопухина объясняется, смертью необрезанных, то есть нечестивых, участь которых по смерти должна быть хуже, участие необрезанных, так как финикияне обрезывались, то угрозу эту можно понимать о невозможности правильных похорон на войне, оплакивания, омовения, которые для мертвого тоже, что обрезание для живого. Кимхи, здесь в толковой православной Библии ссылка на равена Давида Кимхи, «Падешь от руки необрезанных», то есть хуже не бывает, хуже не бывает. Конец цитаты из толковой православной Библии. Дальше идет под тема «Плач о царе Тира и о падении дьявола». Тут двойственная тема. «По причине его падения, то есть царя Тира, хотя таковое и обусловлено его собственным беззаконием». Об этом с 11 по 19 стих. Да, каждый человек гибнет от собственного беззакония, но это не повод не оплакивать его. Итак, с 11 по 19 стих за прозвучавшим ранее предсказанием о гибели Тира последовал патетический плач о нем. Это 27 глава. Подобным же образом после пророчества о смерти царя Тира оплакивают его. мне кажется, вот только еврейский народ был способен на такие пророчества, потому что Дух Святой вдохновлял пророков, и Дух Христов из древней говорил пророков, и здесь нет никакого злорадства. И мы читаем. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плач о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Но мы уже знаем, что это не так. Из одного пророчества рождается другое. «Печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты это дьявол до его падения». Он был Люцифер, светлый ангел и в точном изложении православной веры Иоанн Дамаскин пишет, что ему был верен весь земной чин, то есть Люцифер, будущий дьявол сатана, до выпадания из духовного мира, был ни больше, ни меньше ангелом-хранителем планеты Земля. «Ты находился в Едеме, то есть в раю, ну понятно, что царя Тира там не было, в саду Божьем, а дьявол там был, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, это до падения, рубин, тапаз и алмаз, хризалит, аникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». речь идет о Люцифере и серьезный вопрос, если Бог все сотворил хорошо весьма, и вот здесь описывается красота этого хорошо весьма, то как же произошло падение? И вот блаженный Августин пишет, «Говорит Исайя, выводя дьявола под образом князя Вавилонского, а здесь под образом царя Тира, «Как упал ты с неба Деница, сын Зари» это отсылка на Исайю 14-12 «Или того, что говорит Иезекииль, ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями», это то, что мы сейчас читаем, 28-я глава книги Иезекииля, «из этих слов видно, что он некогда, то есть он, дьявол, был без греха». Эта цитата берется из работы блаженного Августина о Граде Божьем, 11-я книга, 15-й раздел. И далее говорится уже без сомнения, именно только о дьяволе, «Ты был помазанным херувимом», разве цартирский был помазанным херувимом? Конечно, нет, «чтобы осенять, то есть благословлять земной чин, «Я поставил тебя на то, говорит Господь, ты был на святой горе Божьей», то есть был превознесен, «гора» – это символ приближения к небу, «ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего», потому что Бог, Бог не творил зла, «доколе не нашлось в тебе беззакония». И вот в Люцифере нашлось беззаконие, и он стал тем, кем он стал, сатаною, по-еврейски сатан, противник, и дьявол от обширности торговли твоей, здесь уже ближе к царю Тира, но всей спекуляцией управляет дьявол, как и всеми военными конфликтами управляет дьявол. От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды, мир политики, это мир вожделения, им тоже управляет дьявол. Каждая партия, это мировоззренческая секта, обособление других, а обособление целого, это путь дьявола. И ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. Происходит его выпадание из духовного мира. Откуда это взялось? От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. То есть красота его стала поводом для тщеславия, мудрость его стала поводом для надмения. И Господь говорит, зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор пред царями. У каждого народа есть ангел-хранитель, имеется в виду пред другими ангелами. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, то есть твою ярость, обращу против тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Власть дьявола будет сокрушена. Это произошло на кресте, когда Сын Божий сказал, свершилось. Он получит освобождение на короткое время, три с половиной года во дне Антихриста. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом и не будет тебя вовеки. Здесь двойственность, это можно отнести к дьяволу и к царю Тира. Далее идет пророчество разрушения Сидона, то есть соседнего с Тиром государства, который, будучи соседом Тира, зависел от него. Об этом с 20 по 23 стих. И вот этот отрывок, он рассказывает, Божья слава – это великая цель Господа, которая поставлена перед нами, которая достигается в любом благополучии и бедствии, происходящем от уст Всевышнего. И этот текст убеждает нас в этом, потому что мы определились, что Бог никогда не посылает верующим наказание, если оно не обладает педагогической силой. И мы читаем. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обрати лице твоя к Сидону и из реки на него пророчество. И скажи, вот я на тебя, Сидон, то есть уничтожив центр, теперь уничтожаются метрополии, которые были вокруг него. И скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним, и влю в нем святость мою». Суды Божьи, они непреложно справедливы. И в день суда мы сами будем соглашаться со всеми решениями. «И пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, и пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь». То есть меч будет пожирать жизнь отовсюду. Вот это кары Божия. И следующая подтема обетования восстановления Израиля Божия среди гибели этих древних цивилизаций. Вот этот народ, который является народом-памятником. Один историк сказал, если бы евреях было написано только бы в Библии, но в нашей реальности бы их не существовало, едва ли кто-то бы поверил, что такой народ мог быть. Итак, обетование восстановления Израиля Божия, хотя в день бедствия израилетяне подвергались оскорблениям со стороны соседей, это 24 по 26 стих, и не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцом боли всех соседей, зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. То есть, когда тир будет сокрушен, он уже не сможет быть тернием, и волчцом для народа Божия. Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и влю в них святость мою пред глазами племен. Еврейский народ был рассеян по всему миру, но сейчас еще в рассеянии, но Бог будет их собирать, чтобы ивить им святость свою. в своем втором пришествии, когда возрыдает каждое еврейское колено, созерцая распятого, как сказано в пророке Захарии. Когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, представьте себе, две тысячи лет почти было рассеяние, и только в двадцатом веке, в середине, в результате Второй мировой войны начинается собирание этого народа. Когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, я явлю в них святость мою пред глазами племен. Бог пошлет с неба пророков во дне Антихриста, это будет пророк Илья, он будет послан только к еврейскому народу и пророк Енох, и они будут обличать Антихриста. Илья вернет сердца детей к отцам, то есть сердца евреев к их отцам, то есть к Авраму, Исааку, Якову, а те верили во Христа. И влюбни святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, две тысячи лет они там не жили, которую я дал рабу моему Якову, Якову, это третий патриарх, после Авраама Исаака, тогда они будут жить на ней безопасно, сейчас мы еще этого не видим, там опасности еще много, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их, Господь, Бог их, то есть евреев Господь наказывает рассеянием, потери святой земли, но накажет он и тех, которые по-плохому относились к ним. И вот эти слова и насадят виноградники, будут жить в безопасности, есть такое объяснение, предстоящее благословение Божие Израиля ассоциируется с плодородием земли, плодородие земли это образ духовного возрождения, когда в русском народе говорили, там молочные реки, кисельные берега, это не просто какой-то сказочный образ, это мистический образ. И в пророческих текстах очень много таких мистических образов. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы прочитали 28 главу книги «Порока Иезгейлия», если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 29 главу этой книги. Спасибо всех, Господь! «Порока Иезгейлия»»